Фамилия, имя, отчество? Жоголев Дмитрий Александрович. Число международного рождения? 15-е, 06-е, 2000-е. Войнская часть? ВЧ-9600. Родился где? Город Самара. Где располагается войнская часть? ПГТ Рощинский, Волжский район, город Самара. Ну, вот так, Самарская область. Должность твоей звания? Должность моя пулеметчик, звание ефрейтор. Когда вы вступили в бой на территории Украины? Насколько я помню, 23-го числа. Где воинская часть здесь фактируется? Вот, ну, я назвал вот адрес. А, нет, где вы стояли под границей Украины? Честно, не знаю. Не руководился, не спрашивал такую информацию, просто не имею понятия. Сколько у вас стояло? Единицы техники людей было? Точно не знаю, но там, может, 400 единиц людей именно. Что-то такое. Техники сколько было? Точно не могу сказать, но были БТР, Урал и вроде. Урал и Грады. Там танки, Грады были? Нет, БТР и Уралы. Все, больше я не видел ничего. Первый бой вступили на территорию Украины, населенный пункт. Знаешь? Нет. Число, время, когда вступили в бой? У меня нет ни часов, ни телефона, все забрали, поэтому я примерно, ну, может, я сейчас не знаю, там что-то, может, даже 24 число было уже, то есть, там, 4 утра, может, 5 утра, ну, то есть, нас постоянно туда-сюда что-то дергали, я даже не знаю, как объяснить. Ну, то есть, примерно вот это время, с утра что-то было. Сколько в колониях шло экипажей? Часто, я не могу знать, потому что я сидел в десанте в самом БТРе и в самом конце я оттуда, по сути, не вылазил. Вот, я даже как-то не задавался этим вопросом. Командир БТРа, фамилия, имя, отчество, звание. Командир БТРа, старший сержант, Магомедов, Магомед, отчество, не знаю, что еще нужно? Звание. Ну, старший сержант. Кто командует ротой? Ротой командует лейтенант Дашинимаев, Олег, больше не знаю, ничего. В бой вступали на территорию Украины? До этого? В бой, да. Бой, но таких боевых действий я не был. Ну, в плане, я выстрелил шесть, ровно, шесть патрон из пулемета. И это было воздух, чисто напугать противника. Ну, и как я думал, противника, короче, как оказалось, это был не противник. На руках какая была, какое оружие было на руках? У меня на руках? Во всех вас. У меня пулемет, еще было вроде АК-12, что ли, у 2, а не. Ну, у всех остальных, короче, вот АК-12, у кого-то подствольный гранатомет, у кого-то... Гранаты, ВОГи. Гранаты были, ну, я не знаю, как классифицируют. Две разные какие-то гранаты у каждого там. ВОГи, ВОГи имеется, вот этот подствольный... Ну, да, подствольный гранатомет там, но не у всех это вот было. Где вас подбили, где вы остановились? Я, опять же, не знаю именно место дисло... Ну, как место вот это, да, где нас подбили. Знаю, что мы отстали от колонны, насколько я понимаю, и... Мы просто потерялись, связи не было, и просто остановились на месте, вот. Ну, где-то посредине дороги просто крутились-крутились, связи не было, мы не знали, что делать. И командир какое решение принял? Изначально, ну, мы пытались просто связь ловить. Когда просто произошел другой немного момент, какое решение, имеется в виду... Короче, я так понимаю, я сидел просто в десанте, опять же, в этом, ну, в БТРе, да, то есть, самый последний. Я пулеметчик, а самый последний я оттуда вылазил. Вот, и до этого ребята там то ли перестрелку вели, то ли что, то есть, какие-то БМВ, не БМВ подъезжали, что-то там обстрел по нам вели, то есть, ну, какие-то вообще сторонние люди, я насколько понимаю. Вот, поэтому у нас, я так понимаю, БТР пробило, и БТР остановился, все, встал полностью, и нам нужно было выходить. Мы встали, разбежались по точкам, вот, ну, и потом... Как это... Один человек, вроде, на МАЗе подъехал, вот, но они все подъехали, насколько я знаю, у них даже не было агрессивных каких-то целей, то есть, там, ну, это украинцы, то есть, военнослужащие ребят, вот. То есть, один подъехал, что-то просто спросить, что ли, что-то такое, вот. Его задержали мы, естественно, ну, просто в целях своей же безопасности. Выстрелы, по-моему, не вели. Ну, я точно не помню, я, то есть, опять же, сидел в десанте. Вот. Мы его, ну, взяли в заложники, потому что непонятно было, какие у него цели, там, намерения, да, но никакой агрессии по отношению к нему мы не проявляли, вот. Просто связали и, то есть, там, позадавали некоторые вопросы, пока это неизвестно в чем. Ну, обстановка для нас шоковая была. За ним же встал его друг, походу, старшина, то есть, и он встал просто потому, что у него заглох КАМАЗ. Поэтому, в целом, мы его тоже задержали, у него там друг, по-моему, еще был. И вот друг, насколько я помню, достал автомат, ему, вроде как, пристрелили ногу, но в этот же момент, то есть, командиры наши сразу так и сориентировались, они сказали, все нормально, ребят, ничего не происходит. И они же перебинтовали ему, обработали, то есть, ногу, все нормально, забинтовали. Ну, человек все... Кто стрелял с автомата по нашим? Кто стрелял? Кто стрелял по украинцам? Я не могу сказать. Я не знаю, я в десанте сидел. Вот я говорю, я просто сидел до последнего, мне потом сказали только выходить. Что сделали с заложниками? С заложниками? Ну, они просто... Нет, там раненый один был, вот ему обработали ногу, вот. А остальных мы не били, не трогали, нормальное отношение абсолютно было, то есть, там... Ну, куда с ними пошли вы? Куда пошли? Ну, нам, короче, решение было такое, уничтожить БТР, потому что, ну, типа там это... Чей БТР? Ваш? Ну, типа наш, да, я не знаю, чей конкретно, как это, ну, наш БТР, вот, потому что, ну, все, он не рабочий, все дела, то есть, да, а так его оставлять, там много личных вещей и прочее, вот. Спасибо.